В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Ленинский райсуд приговорил бывшего вице-губернатора по строительству Дмитрия Хвостова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 28 миллионов рублей. Хвостову инкриминировали 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, сумма которых превышает 20 миллионов рублей. В отношении самих застройщиков уголовные дела по факту дачи взяток прекратили в связи с их раскаянием. Бывший высокопоставленный чиновник своей вины не признает и считает, что дело имеет политический характер. В последнем слове Хвостов говорил про свидетелей по делу, которые давали понять, что на них оказывалось давление. Государственный обвинитель просил дать бывшему вице-губернатору 14 лет колонии строгого режима и штраф свыше миллиарда рублей. Судья дал на три года меньше. Учитывая, что в местах лишения свободы Хвостов находится с октября 2016 года, сидеть ему с учетом сегодняшнего приговора остается 9 лет. Впрочем, адвокаты еще могут обжаловать решение судьи. На это у них есть 10 дней. Остались без тепла. Жители Доброго уже не в первый раз остаются без тепла и горячей воды. И это при минусовой температуре за окном. Также без отопления на целый день остаются школа и детский сад. Причиной всему стали плановые работы при конструкции тепловых сетей, которые коммунальщики проводят в конце ноября. А как тем временем живется людям, увидел Константин Миронов. Батареи совершенно холодные. Как можно так быть? То же самое в ванной и на кухне. Можно пройти посмотреть. Батареи действительно холодные и горячей воды тоже нет. При этом за окном минус 5. Люди кутаются в несколько свитеров и греются включенной газовой плиты. Самое удивительное, что с холодными батареями. После официального объявления начала отопительного сезона жители сидят не в первый раз. За ноябрь месяц отключали где-то 5-6 раз. Точно я не помню, но четко знаю, что 5 раз. Отключается отопление до 6.00 и до 22.00. Также отключается и горячая вода. Но она отключается с 8.00 и до 19.00, и до 18.00. Обращается, куда мы только не обращаемся. За 38 лет жизни в этом доме такое впервые, говорят люди. И страдает не только многоэтажка, но и соседняя школа и детский сад, в которые, по словам жителей, они не водят детей. Соседи, как рассказывают люди, уже готовы перекрывать пекинку, чтобы обратить на проблему внимание. У меня внучок учится в первом классе. Сегодня в школу он не пошел из-за того, что отключили утопление. Садик тоже детей не водят. А сейчас идет эпидемия. Дети болеют, идет эпидемия. И еще отключили утопление. Нужно думать о будущем молодом поколении. Больше всего жителей замерзающего дома интересует вопрос, почему коммунальщики не занялись трубами в теплое время. Ведь, как им объяснили, на теплосетях сейчас не авария, а плановый ремонт. Этот вопрос мы переадресовали во Владимирской коммунальной системе. Именно эта организация отвечает в нашем городе за магистральные сети и за разводящие. В соответствии с проектом, все монтажные работы должны быть завершены 30 ноября. Чтобы не оставлять жителей без отопления и горячего водоснабжения, во время реконструкции теплоноситель подается в дома по старой схеме. Таким образом, ограничения предусмотрены только на несколько часов, на время технологических переключений. Как видите, из письменного ответа Владимирских коммунальных систем совершенно неясно, почему работа проводится именно сейчас, за неделю до наступления зимы. Хоть коммунальщики извиняются за предоставленные неудобства, но жителям от этого теплее не становится. Они надеются, что прокуратура разберется, насколько добросовестно данная ресурсоснабжающая организация исполняет свои обязанности перед владимирцами. Константин Миронов, Александр Мажаров, 6 канал. Депутаты ЗАГС Собрания ответили на заявление Жириновского. Напомним, 20 ноября на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР заявил, что губернатора Владимира Сипягина давят местные чиновники, вынуждая покинуть пост. Досталось от Жириновского и депутатам ЗАГС Собрания. По его словам, депутатов от ЛДПР в областном парламенте запугивают и пытаются подкупить. Претензии были к тому, что фракция ЛДПР в облпарламенте не имеет ни одной оплачиваемой должности. Областные парламентарии возмущены словами Жириновского. Представители фракции «Справедливая Россия» заявили, что оставить без внимания заявление Жириновского нельзя, поскольку он унизил депутатов ЗАГС Собрания с трибуны Госдумы. На заседании прозвучала идея направить коллективное письмо лидеру партии ЛДПР от ЗАГС Собрания области с предложением не вмешиваться в работу регионального парламента. Но в итоге депутаты ограничились лишь обсуждением этого вопроса. У нас на федеральных каналах и так Владимирская область в последнее время упоминается в негативном ключе в основном. Я согласен с тем, что реагировать нужно. Владимир Вольфович сидел здесь с нами и рассказывал о том, как мы будем в дальнейшем взаимодействовать. А взаимодействие вот так вот у нас строится. Прозвучали обвинения, причем беспочвенные. Ссылка была на неких местных чиновников, которые оказывают давление на губернатора. Мы призываем в таких случаях действовать все-таки не путем популизма и пустых каких-то ложных обвинений. Непонятно, какую цель преследовал перед собой Владимир Вольфович Жириновский. Но в целом мы констатируем следующее, что у нас в регионе проходит конструктивное взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвой властью. На этом же заседании депутаты ЗАГС Собрания внесли изменения в устав Владимирской области. По просьбе губернатора парламент сократил количество его замов с 10 до 8. Это позволит бюджету ежегодно экономить больше 6 миллионов рублей. Кстати, о замах депутаты выбрали нового вице-спикера облпарламента. Вакантную должность занял представитель как раз партии ЛДПР. Но со скандалом, который устроил Жириновский, это никак не связано. О том, что еще одним замом Киселева станет либерал-демократ, говорили еще полтора месяца назад. Но фракция лишь теперь определилась с выбором. Новым замом спикера ЗАГС Собрания стал региональный координатор ЛДПР Сергей Корнишов. Его поддержало большинство депутатов в ходе тайного голосования. Корнишов состоит в аграрном и бюджетном комитетах облпарламента. Новая должность позволит ему получать зарплату. Таким образом, в ЗАГС Собрании на постоянной основе теперь работают 10 депутатов. И это не только заместители председателя. Если мы хотим, чтобы депутаты работали эффективно, то, конечно, в этом плане 10 человек, это даже, наверное, мало, что они работают на постоянной основе. Не имеет значения. Вице-спикеры и так далее. Все определяется эффективностью. Вот если те, кто работает на постоянной основе, будут переносить пользу, пользу в виде законопроектов, в виде решенных проблем граждан, то в этом плане я считаю, что это оправдано. Поддержит сельхозпроизводители и продолжит программы по благоустройству и увеличит зарплаты бюджетникам. Депутаты ЗАГС Собрания одобрили проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В следующем году, как и всегда, главная статья расходов – это социальная сфера. Куда пойдут бюджетные деньги и кто главным финансовым документом области остался недоволен? Расскажем далее. Главная статья расходов области – социальная сфера. На нее уйдет порядка 70% денежных средств. Увеличится финансирование программы по благоустройству городской среды. Найдутся деньги даже на парки и скверы. Большинство миллионов потратят на строительство сельских дорог. Два миллиарда выделят на поддержку сельхозпроизводителей региона. В бюджете запланированы даже те расходы, которые раньше не учитывали. Появилось новое расходное обязательство в бюджете Владимирской области на борьбу с борщевиком. Мы знаем, что эта тема достаточно актуальна для многих территорий. Особенно это Юлиупольский район, Сузовский район. Да и другие территории страдают от борщевика. Поэтому наконец-то мы добились, а это, я считаю, прежде всего заслуга депутатов законодательного собрания добились, что будет реализован план мероприятия, предусмотрено необходимое финансирование. В следующем году Владимирову выделят дотацию в 113 миллионов рублей. Депутаты интересуются, а достаточно ли для столицы региона. По закону отвечает главный финансист области. Все муниципалитеты находятся в равных условиях. А Владимирову до этого дотаций вообще не выделяли. Она не носит целевого характера, сразу скажу. Но в расчет было принято необходимость доведения до повышения минимального размера оплаты труда. Вы знаете, эта тема, она росла. Значит, мы эту тему тоже предусмотрели. Мы предусмотрели с вами, что будет расти заработная плата у категории работников, которые исходят исключительно к муниципальным образованиям по указам президента. Для них это в основном работники дополнительного образования и культуры. А теперь о спорте. В этом году в Петушках открыли новый фок, но территории, на которых нет ни единого спортивного объекта, на карте области по-прежнему остаются. Депутаты интересуются, когда и там будет доступная спортивная среда. В Петушинском районе, собственно, получается три такие хорошие капитальные спортивные объекта. Гроховец, Красная Горбатка, Меленки, ни одного. Прекрасно понимаешь, что, скорее всего, причина-то не в том, что нет денег на софинансирование, а в том, что нет денег на обслуживание в местном бюджете. Нет, нет, нет. Вот какова причина, то есть почему есть в ряде территорий, скажем, несколько объектов, а по другим территориям не предусмотрено. Ответ простой. В этих территориях власти не смогут обеспечить загрузку спортивных объектов и от простоя понесут убытки. Выход уже найден. Это малые спортивные формы. Так в Гроховце скоро появится футбольное поле, а в Красной Горбатке уже построили спортивную площадку со стадионом на территории отремонтированной школы. Вроде все социальные составляющие бюджета учли, но некоторые депутаты принимать документ отказываются. Наш бюджет напоминает некое сведение воедино бухгалтерского учета для людей, которые крайне нуждаются. Поэтому это бюджет не развития, бюджет не будущего, это бюджет выживания. Все разговоры о дефиците, профиците, это на самом деле мы сами себя успокаиваем. Коммунистов не устраивает финансирование из федерального бюджета. Это по мнению членов партии. В Госдуме нашему региону должны были дать больше денег. Но другие депутаты уверяют, финансирование с каждым годом увеличивается. А сейчас не принимать бюджет нельзя. Это приведет к настоящей катастрофе. Пострадаются люди. Люди. 1-12. У нас бюджет в этом году какой, Сергей Валентинович? 57. В следующем 61. Ну чего инфляция растет? Мы с вами не получим денежные средства. Люди не получат деньги. Ну к чему призываем-то, я не понимаю. Доходная часть бюджета в следующем году увеличится больше, чем на 3 миллиарда и составит 61 миллиард рублей. Дефицит маленький, всего около 4%. Большинством голосов в итоге главный финансовый документ области приняли в первом чтении. Теперь документ будут принимать во втором, с учетом поправок. А они будут носиться, исходя из наказов избирателей, которые получили депутаты в ЗАГС собрания. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал. А сейчас коротко о других новостях. Приговорили к ограничению свободы. Врача-анестезиолога осудили за гибель пациентки. В Собинскую райобольницу с диагнозом «острый панкреатит» поступила 45-летняя женщина. Ей понадобилась срочная операция. Как установился литком, врач с серьезными нарушениями зрения трижды вводил больной интубационную трубку. Очками при этом не пользовался, понадеявшись на свой 30-летний опыт. Но в результате повредил ей трахею и пищевод. Через месяц женщина умерла. Анестезиолог вину признал, раскаялся. Суд приговорил его к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. От общества его не изолируют, но он будет выполнять ряд требований уголовно-исполнительной инспекции. В частности, регулярно отмечаться и не менять место жительства. Бесплатная прививка от гриппа сделать ее жители области могут по субботам в поликлиниках по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и полис обязательного медстрахования. Департамент здравоохранения напоминает, прививка самая эффективная и безопасная профилактика гриппа. Эпидемическая ситуация по ОРВИ в регионе пока стабильная, поэтому еще есть время привиться от гриппа. Транспортная полиция во Владимире получила благодарность. В электропоезде Москва-Владимир пенсионерка забыла сумочку. Когда вернулась в вагон, ее там не обнаружила. Дежурная часть оперативно отреагировала на сообщения об утрате личных вещей. И вскоре пропажа была обнаружена. За незамедлительную реакцию оперативному дежурному и его помощнику объявлена благодарность. На улицу Балакирева вернутся автобусы. После закрытия 31 маршрута там остались только десятые троллейбусы. Жители возмущались, а как добираться, если рогатые встанут? И вот с понедельника в городе появится автобусный маршрут номер 2. Он свяжет Балакирева с Добром, причем автобусы будут ходить через промзону по тракторной. До Нового года маршрут будет работать в тестовом режиме. Его протяженность 12,6 километров. С мамой в музей бесплатно в воскресенье в России День матери. Подарком для жителей и гостей региона станет культурно-просветительская акция с мамой в музей. В ее рамках ряд музеев мамы с детьми смогут посетить бесплатно. Речь идет о Владимире Сударском музей-заповеднике Центре изобразительного искусства, о муниципальных музеях, в частности, о старой аптеке. Впервые акция с мамой в музей была проведена в 2017 году. Высокая оценка профессиональных экспертов и признание потребителей. Во Владимире подвели итоги одного из самых престижных конкурсов среди бизнес-сообщества – «Диплом доверия потребителей». Это совместный проект общественной организации опоры России администрации Владимирской области. В конкурсе приняли участие две сотни участников. Всем им пришлось пройти серьезный отбор. В итоге до финального этапа интернет-голосования потребителей дошли только 74 компании. По каким критериям выбирали лучших в медицине, промышленности и сфере услуг? И кто стал победителем, расскажет Оксана Любимова. Крупные заводы, предприятия пищевой промышленности, медицинские клиники, частные детские сады и туристические компании. На вручении дипломов доверия потребителей лучшие предприниматели Владимирской области. Это уже седьмой совместный конкурс общественной организации опоры России и администрации области. В этом году его призерами в девяти разных номинациях стали 60 компаний региона. Когда подобный знак предприятие имеет у себя, фактически это как подтверждение качества оказываемых услуг и предоставляемых товаров или работ. Этот логотип компании может размещать на упаковке, в любой деловой переписке, в любой рекламной компании, как подтверждающий качество своих работ. Поскольку под дипломом ставятся две серьезных подписи. Это подпись губернатора Владимирской области и подпись опоры России, как структуры, представляющие интересы предпринимателей. В конкурсе принимают участие и оптовые предприятия, крупные производства и небольшие компании. В жюри маркетологи, юристы, представители надзорных органов и власти, общественники и бизнес-эксперты. Критерии оценки для всех участников одинаковые. Организаторы конкурса говорят, одного успешного ведения бизнеса для победы недостаточно. Главный ориентир Владимирского знака качества – работа с потребителями. Первое – это маркетинговые исследования, это тайные покупатели, это интернет-исследования, тайный звонок. То есть со всех сторон мы стараемся оценить компанию. Второе – мы смотрим наличие жалоб в контрольно-надзорных органах. Именно жалоб со стороны клиентов. Наряду с крупными промышленными заводами призером в номинации производства стала компания «Хлеб-продукт» из поселка Андреева. Предприятие производит почти 100 наименований хлебобулочной продукции. И в ближайшее время готовится выйти на прилавки крупных супермаркетов области. Мы закупили новое оборудование, активно занимаемся продвижением наших новых изделий. Ну и хотим, чтобы покупатель о нас знал, нам доверял. Поэтому мы всегда стремимся, участвуя в конкурсах, подтвердить качество нашей продукции. И мы очень много участвуем в ярмарках, выставках, живое общение с покупателем непосредственно. Именно его оценка продукта. Это очень важно. Владимирская компания «ППФ. Страхование жизни» получила диплом доверия потребителей за грамотную и оперативную работу со своими клиентами и надежное страхование жизни. По словам директора Марии Липаткиной, отзывы клиентов – это самый главный показатель качественной работы. Вообще удивительно, потому что большинство наших клиентов – люди не публичные и далеки от интернета, но они нашли время. Они зашли на сайт «Опоры России» и проголосовали. Это показатель, что для них важен наш успех тоже. Мы работаем индивидуально. Мы должны решить вместе с клиентом ту задачу, которую он ставит перед собой. Это в первую очередь важно. Оптовая компания «Биомед» в составе группы компании «Люкс Медицина» уже много лет поставляет средства защиты практически во все лечебные учреждения области. В конкурсе «Доверие потребителей» предприниматели участвуют уже в третий раз. Нынешний диплом – за надежную поставку изделий медицинского назначения. Хотим оправдывать доверие нашего потребителя, подтверждая свою работу, что мы идем в правильном направлении, справляемся, делаем свою работу качественно. Нужно продавать качественный продукт, создавать культуру применения качественного продукта. И тогда на волне всего этого происходит результат. Успех достигается тогда, когда ты работаешь много, работаешь для клиентов, работаешь для потребителей. А, соответственно, потребители отдают тебе предпочтение. Еще одним результатом престижного бизнес-конкурса станет создание единого электронного каталога. Издание с информацией о всех победителей будет распространять не только на крупнейших экономических мероприятиях региона, но и за его пределами. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Выбрать работу по душе. В рамках межрегионального кадрового форума во Владимире в седьмой раз прошел фестиваль «Моя профессия». Старшеклассники и студенты могли пройти профориентационные тестирования, поучаствовать в мастер-классах, узнать где и как получить образование и пообщаться с потенциальными работодателями. Одна из главных целей фестиваля – показать молодым людям все возможности развития и трудоустройства в регионе и помочь с выбором профессии. На площадках фестиваля побывала Маргарита Махрова. Узнать, к чему есть склонности, где научат секретам выбранной профессии и куда пойти работать, чтобы не уезжать с малой родины. Уже сегодня на фестивале профессии более 600 владимирских старшеклассников могут на годы вперед продумать свое будущее. У современных школьников немало увлечений, что сделать будущей работой пока определяются. Школьнику Ивану Жарикову, к примеру, сейчас нравится автоспорт и юриспруденция. В автоспорте я просто с детства за рулем, можно так сказать. Я занимался картингом, я картинги собирал. А юрист, ну, я просто очень люблю доказывать то, что я прав и там с точки зрения закона. Это очень сильно помогает в жизни на самом деле. На разных площадках представители вузов и колледжей рассказывают, как поступить и каково учиться на выбранной специальности. Мы ведем различную профориентационную работу. И, в общем-то, здесь сегодня представлено учебное заведение, которое будет увлекать школьников для того, чтобы они потом не сделали ошибки при выборе профессии. Чтобы быть востребованным и чтобы быть просто счастливыми. Эти ребята уже в полицейской форме, хотя пока студенты. Потому что будут работать в правоохранительных органах и уже сейчас проходят практику. Я после колледжа пойду в армию и после армии сразу пойду служить в органах югел. Почему так решил? Кто-то в семье, да? Мы тоже полицейские или... Нет, это лично моя инициатива. Родители, никто не связан с этим вообще. Справедливости хочется добиться в этой стране вообще. Узнать, в каких областях преуспеешь, можно с помощью тестирования по профориентации. А чтобы погрузиться в профессию, школьникам устраивают мастер-классы. В том числе и от потенциальных работодателей. Всего на фестивале представлено более 20 разнопрофильных специальностей. От кулинарного искусства до военного дела. Здесь, например, можно примерить защитный костюм сапера. Как ты сейчас себя чувствуешь вообще? Все так же, как в обычной одежде. Куртку зимнюю надел. Вот. То есть у него помимо здесь то, что пластины есть, находится еще специальная защитная ткань под пластиной. То есть комплект надежный. Фестиваль «Моя профессия» проводится уже в седьмой раз. С каждым годом в нем участвует все больше молодых людей. Несколько лет назад фестиваль даже получил награду на всероссийском конкурсе среди молодежных проектов по профориентации. Такие вот мероприятия, они позволяют на самом раннем этапе еще на школьной скамье определиться учащемуся, какую именно специальность ему в дальнейшем поступить. Это, прежде всего, повышает эффективность как бюджетного вложения в образовательный процесс, так и, конечно же, конкурентоспособность этого специалиста, который будет подготовлен. В этом году фестиваль проходит в рамках первого межрегионального кадрового форума для молодежи. Форум «Молодежь. Траектория профессионального будущего». Наша задача, чтобы ребята все-таки оставались работать во Владимирской области, потому что наша экономика очень ждет молодых профессионалов. Организаторы форума и фестиваля уверены, чем больше молодежь вуза и колледже, а также потенциальные работодатели будут общаться между собой, тем больше будет в области настоящих мастеров своего дела. В МВД России по Владимирской области провело день открытых дверей. Представители ведомственных учебных заведений из разных городов России встретились со школьниками старших классов из Владимира и области. Что интересует будущих абитуриентов, расскажет Игорь Липский. Мы всегда ждем с радостью кандидатов от МВД по Владимирской области. И, как практика показывает, действительно достойные представители своего региона приезжают к нам. В рамках профоориентации МВД России по Владимирской области уже в пятый раз открывают свои двери для встречи с будущими абитуриентами. 250 старшеклассников и 4 вуза на выбор. Московский университет МВД, его филиал в Рязани, Орловский юридический институт и Нижегородская академия МВД России. Старшеклассники смогли не только узнать подробнее о ведомственных вузах России, но и получить ответы на свои вопросы из первых уст. По словам организаторов, интерес к профессии растет с каждым годом. Сегодняшнее мероприятие ориентировано на выпускников школ, 11-классников, которые в дальнейшем, поступив в вузы МВД, в дальнейшем, наверное, хотели бы продолжить службу в органах внутренних дел, соответственно, получив достойное образование. Можно ли учиться на полицейского заочно? Какие баллы ЕГЭ нужны для поступления? И вкусно ли кормят в вузах МВД России? Эти и другие вопросы интересовали владимирских школьников больше всего. Екатерина Лосева учится в школе номер 23 в Коврове, в кадетском классе. В будущем Екатерина хочет стать следователем. Порядок в стране зависит от полиции. И от нас очень многое зависит, чтобы продвигать нашу страну вперед. Кроме ответов на вопросы, сотрудники ОМВД России 33-го региона подготовили для учеников выставку техники. Старшеклассники могли узнать, чем пользуются полицейские криминалисты в работе, ознакомиться с возможностями госавтоинспекции и специальных подразделений МВД. 22 ноября в Муромском отделе ОМВД также прошел день открытых дверей. Его посетили больше 150 участников. Игорь Липский, Игорь Хребко, 6 канал. Увидеть Луну в телескоп, поддержать талантливых вокалистов в области и поздравить мам. В эти выходные владимирцев и гостей города ждет много интересных событий. О самых ярких расскажем в нашей традиционной афише. Услышать, как поют будущие звезды, можно в субботу в областном дворце культуры на Диктора Левитана. Там пройдет отборочный тур конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющая губерния». В нем участвуют более 40 талантливых исполнителей из разных уголков Владимирской области. Поддержать певцов и послушать хорошую музыку смогут все желающие. Начало концерта в 15.00, вход свободный. В этот же день планетарий приглашает на семейный вечер, посвященный Дню Матери. Сам праздник в стране отметят в это воскресенье. Начиная с 17.00 гостей Звездного дома ждет кулинарный мастер-класс. Затем познавательные лекции и сеансы, а с 7.00 до 9.00 вечера при условии ясной погоды дети и взрослые смогут рассмотреть Луну в телескоп. В воскресенье поздравляем самых любимых и родных, которые заботятся о нас без отдыха и выходных. В День Матери интересные музыкальные, развлекательные и познавательные программы пройдут на разных площадках города. Дворец детского и юношеского творчества с 11.00 утра приглашает семьи Владимира на мастер-классы по рукоделию и кулинарии. Кроме того, дети и взрослые смогут прогуляться по музеям дворца. В полдень в зале начнется пранчный концерт. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами и желаю хороших выходных. Оставайтесь на 6 канале. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok